Привет, друзья! С вами первый образовательно-алкогольный канал. Меня по-прежнему зовут Игорь Черский. Я думаю, вы узнали Алису, я думаю, вы узнали Деда Мороза, в роли которого согласился сняться Николай Фритак. Знаменитый адвокат, кинопродюсер, тот самый человек, который обеспечивает съемки в таком изумительном качестве. И который также ведет канал Фритак Медиа, на который я вас рекомендую подписываться, потому что он очень интересный, он на злобу дня. Это взгляд юриста на все, что происходит вокруг. Все правильно. Все правильно. Отлично. Да, и у нас наконец появляется новогодняя тематика. У нас игристый вина, тут есть даже шампанское французское. Вот, выбирала, как обычно, Николай. И Николай, в общем, исходил из своего кошелька, своих предпочтений. Поэтому, ну, я не уверен, что простые и смертные будут прямо вот это все закупать, потому что какие-то экземпляры тут, по-моему, стоят и 5 тысяч рублей. Но самый дешевый, по-моему, здесь тысячи две стоит, да? Это вот этот, Тед Дешеваль, по-моему, вот это наш, да? Это Тед Дешеваль, да, но он стоит 1700, Винлаб я его покупал. Винлаб славен тем, что там цены значительно ниже, чем в других магазинах. Но, друзья, я вас утешу, что это не единственный будет выпуск в этом году про игристые. К тому же, мы наснимали штук 40 выпусков про игристые в прошлом году, можете их пока смотреть. Вот, и, конечно, про бюджетный сегмент мы тоже снимем. Я не знаю, с Николаем или без, вот, но будет бюджетный сегмент еще ближе к Новому году, потому что он точно никуда не денется. А вот эти вина, вот эти вот, большинство из них, вам еще придется поискать, если вы захотите выбрать именно их. Скажи, пожалуйста, принцип какой-нибудь был выбор? Да, принцип был. Друзья, на самом деле, я большой поклонник шампанских вин, игристых вин, и давно уже пью их, и для меня, конечно, всегда эталоном были французские шампанские, ну, на худо конец французские игристые, так называемые креманы. На российские я особо внимания не обращал, потому что еще лет 15 назад они явно не дотягивали до своих французских собратьев. И вот в этом году я поехал отдыхать в Крым. Это была незабываемая поездка, в этом сломалась машина, местные мастера-то меня обули и одели, как положено, сразу, да? Не надо было на Гелендваге не ехать. Поездка была... Я поехал на Гелендваге? Да, вот, а им что оставалось? А что им с вами? И каждый день такой подарок приезжает, который можно обуть по полной программе. Тем не менее, поездка была прекрасной, почему? Потому что я в Крыму познакомился с замечательными крымскими игристыми винами. Безусловно, прежде всего я покорил игристые от винодельни Павла Швеца. Вот она стоит с левого края. Вернувшись в Москву, я попробовал другие российские игристые вина. И понял, что действительно, на самом деле, сильно подросло качество, очень достойные образцы. Но при этом, конечно, чудо по деньгам не произошло. То есть, более-менее российский аналог французских шампанских начинается где-то от 1200 рублей. Поэтому я не хотел сталкивать французские шампанские с очень, может быть, неплохими, но более низкой ценовой категорией ниже 1000 рублей, чтобы они просто очевидно проиграли. Битва должна быть равной, поэтому я выбрал европейские аналоги, выбрал российские аналоги. Но это все такое, средний ценовой сегмент. Европейские там лишь. Да. Отлично. А, нет, хотя мы их перемешали. Здесь два наших и Франция, а у тебя Италия. И Испания. И Испания. И Испания, да. Вот. Но так как мы с тобой в игристых молчу, понимаем, это как бы все-таки девочковая тема, а Алиса у нас на минуточку с Сомелье. Я сказал, что я люблю шампанское, получается, я девочка. Нет. То, что ты их любишь, это не значит, что ты их понимаешь. Я пью водку. Это бы вы тоже видели. Я пью мальчик. Я хоть не смог это досмотреть, потому что это было чисто до издевательства. Почему? Ну как, Алиса 12 бутылок водки, конечно, это... Ну, во-первых, она не до конца их допивала, она же... Ну, я не стал досмотреть. Социальный адрес. Может быть, допила бы. Я бы расстроился бы. Нет, я не допила. Алиса, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, правильно ли подобраны бутылки? Чего здесь не хватает? С чего стоит начать в первую очередь? Я бы хотела, прежде всего, для наших зрителей отметить тот факт, чем отличается вообще шампанское от игристых вин. В России есть привычка у людей называть игристые вина шампанские. На самом деле это не так. Отмечу, что шампанское входит в категорию, в такую обширную категорию игристых вин. И шампанский может называться продукт, который создан на территории шампании во Франции из определенных сортов винограда и по определенной технологии. Очень жаль, что ты это не сказал товарищу Сталину и товарищу Микояну, которые запустили советское шампанское. И десятилетиями люди привыкали, что шампанское слово произносить можно. Я бы сейчас отмечу, что мы любим слово коньяки. Да, да, да. Русские армянские. Вот, так что я думаю, что сейчас нет смысла переучивать людей. То есть у старшего поколения шампанское, это вот все же с пузыриками, оно все шампанское. Да, даже если это какой-нибудь трэш типа Санта-Степана. Вот, но у нас тут есть действительно шампанское, которое шампанское, это вот это Франция. Все остальное это как бы эти игристы. Да, совершенно верно. Так, придираться к словам кончили. Теперь давай по делу. Давайте начнем дегустацию с просека. Я расположила так бутылки. Ну это вам любимая девочка вы игристы. Да, мы очень любим начинать девчачий вечер с просека и заканчиваем. Значит, получается, не девочка, потому что я не люблю просека. Ну да, вот, наконец-то мы выяснили. Может, мы с тобой, это не девочка, все, да. Признаюсь честно, я тоже не люблю просека. Он же так изрядно поднадоел. Но вечер начинается именно с ним. Но вечер начинается с такого-то напитка. Я думаю, что сейчас клиенты Николая вот выдохнули с облегчением. Открываю, да? Николай, это ты мужчина, да, отлично. Потому что для них это важно, особенно. Кстати, могли бы поручить это Алисе, потому что с сомельей обычно открывают. Да? Я могу, конечно. Я с удовольствием дал, потому что мои ноги надо беречь. Да, и вот она бы так не отдирала бы, варварски. Чего меня Селиванова несколько лет учила, что крутить надо бутылку? А, пробку держишь, а бутылку крутишь? Ну, тут у каждого своя школа. Ну, мне кажется, она немножко трогала тебя. Так, ты только сильно много не наливай, потому что на 6 бутылок, это если мы вот по стоку будем выпивать. Не, я понимаю, что наливаешь... Не, ну, давай себе наливай. Что ты для хороших людей ничего не жалеешь, но мы пьем социально ответственно. Чего и вам, дорогие зрители, желаем. А вообще мы не пьем, а дегустируем. Точно, спасибо. Возвращаем на место. Так, ну, перляж здесь достаточно такой, брутальный, крупный. Это тебе не это самое. По какому методу делаются у нас просека? Просека, это метод шарман. Это когда в резервуарах, да? Да, да. Вторая ферментация тоже в резервуаре. Так, что он может сказать про аромат? Особенно ты. Ну, вообще основной аромат просека, это аромат груши. Но, честно, я не чувствую здесь грушу. Я бы сказал, пахнет шампусиком. Груша-шалфей, что-то такое, травянистая. Ну, как обычно, грушу я почувствую после того, как ты ее упомянула. Потому что, если бы ты сейчас упомянула мокрую собаку, я бы почувствовал мокрую собаку. Есть такой эффект, да? Вот. Но, на самом деле, яблочко такое, даже желтенькое такое яблочко чувствуется. Да, да. Чуть-чуть. Так, ну, давай за прекрасное явление Алисы в нашу с тобой службу. За явление Алисы на канале Игоря Черского. Да, мы ее уже на водке и ермейстере проверили. Так что, вот теперь у нас история с шампанским. Ваш здоровье, дорогие друзья. И ваши, конечно. Мой самый нелюбимый вкус шампанского. То есть, никакой. Яблочный сок газированный. Сильно разбавленный. Я такие не люблю, да. Я такие тоже не люблю. Вот девочки любят почему-то, не знаю. Он для меня сладковатый. Я думаю, что там... Это брюд. Нет, это экстра драй. Там больше сахара, да. Слушай, и стоит ведь он там что-то две с чем-то, да, по-моему? Так, честно, я не помню, не помню. Ну, где-то две с небольшим, да. Две с небольшим, я гуглил. Нет, то есть, вот эта вот водичка... Друзья, даже не брюд. Друзья, вот эта водичка с пузырьками, вот она точно этих денег не стоит. Я вас уверяю, что такое же можно купить, ну, не знаю. Но если вы хотите купить именно просека, покупайте что-то вроде ниже 1000 рублей. Такие тоже есть. Да, и оно будет абсолютно нормальным. Может быть, даже лучше, чем вот это. Есть просека ниже 1000 рублей, брюд именно. Кто не любит много сахара, обращайте внимание. Такого сахарного диабета? Потому что экстра драй, это означает, что там больше сахара. Да. Я могу точно сказать, что если вы купите брюд от Дикаспика, он будет намного дешевле и намного лучше. Бюд от кого? Дикаспика компания. Ну, это дагестанский, дербенский винзавод, по-моему. Я предлагаю не медлить, а срочно приступить к следующей бутылке. Точно. Отличный план. Что у нас в следующей бутылке? Это испанская, но правда не кава, я правильно помню? Это не кава. Нет, нет, это не кава. Так, а давайте я вначале все-таки буду зачитывать, что мы пьем, потому что людям же интересно. Значит, это у нас лопард, леопарди, брюд, натюр. Вино игристо и защищенного наивания места происхождения белых брюд, происхождение Испании, пинедос, сорта винограда, щерелье, макабео, парельяды и шарданы. Год урожая 13-й. Дата розлива. То есть там микс получается виноградом, да? Да, да. Дата розлива 18 августа 20-го, алкоголь 11,5. Я правильно понимаю, что классические шампанские делаются из одного сорта винограда? Нет, не обязательно. Там есть блан де блан, блан де нуар. Нет, в одной бутылке не смешивают раз. Можно смешивать. А можно смешивать, да? Так, что ты можешь сказать о нем? Кроме того, что я прочитал. Никого, это можно выяснить. Нужно пробовать. Нужно пробовать. Золотые слова. Сразу видно эксперты, да. Пока наш сомелье открывает, я вот ставлю свои 5 копеек. На самом деле после французских шампанских я люблю французские креманы. А после французских креманов я люблю каву испанскую. Я думал, что по качеству после французов идут уже именно испанцы. Уже потом только итальянцы. Уже после итальянцев идут российские игристы. Но это никого. Кого я не нашел. Она может и есть, но как-то не попалась мне. Так, давайте. Нормально все? Да. Хорошо, Пахни. Это может побольше налить, а мне больше не понравится. Просто по поводу просейки я знал, что мне не понравится. У меня, кстати, даже от этой столовой ложки просейка, которую я выпил, начинает болеть голова почему-то. Уже. Потому что там много сахара. Это из-за сахара? Угу. То есть у меня голова правильно реагирует. Что же хватит? Плюс неправильное. У нас не было возможности охладить до 68 градусов, потому что подача юристового вина – это 8 градусов. У нас 6. Да? Да. Да нет, на самом деле… Как будто его не доохладили, потому что там больше сахара. Нет, Алиса, его охладили нормально, просто пока вот это все стоит под прожекторами, пока мы все вставляли, оно, конечно, это… Мы же без ведерок, поэтому, друзья, ставьте в ведерко с одним, и все у вас будет хорошо. Я чувствую грушу. Так, а это у нас… Так, здесь перляшка. А это брюд, да? Это брюд получается. А это какой-то метод классический? Нет. Это тоже? А вообще, какого дела с эпоксическим методом я знаю? Да, испанцы славны тем, что они делают по методу шампуна. А тут должно будет написано, это не кава? Ну, вот выглядит она как классический метод. Вот перляш очень тонкий, такой изящный. Но они не пишут, какой традиционный метод или нет. Ну, ладно, не буду вас мучить. Вот была бы кава, то очень был бы классический метод. Это не кава, поэтому… Ну, вот аромат у нее замечательный. Стоит это, по-моему, тоже где-то две с половиной, да, я гуглил. Да, да, да. Кстати, да, по запаху, сразу могу сказать, идет запах такой «toasty bread». Это сухарики, да, запеченые. Да, это означает то, что… Ну, это яркий пример того, что сделано по методу классическому. Да, но и такие желтые яблочки тоже присутствуют. Давайте мы скажем хорошим нашим зрителям. Пожелаем чего-нибудь, например, в новом году, чего-нибудь хорошего. Любви, счастья. Да, друзья. Обязательно. Дорогие мужчины, которые смотрят нас с каналом, я вам всем желаю в новом году встретить девушку, хотя бы отдаленно напоминающую Алису. По уму, сообразительности и красоте. А для этого смотрите канал Игоря Черского. Дорогие мужчины, я желаю вам встретить свою женщину. Не нужно ни на кого похожую женщину, нужно встретить свою. Я сказал по… Я не говорил, что прям копия тебя, да, иначе мы бы просто вырезали бы везде вот эти, знаешь, очертания, поставили бы на площадях, люди бы пытались женщинам в них влезать и соответствуют. Проводились такие конкуры за красоты, кстати, в 30-е годы в Америке, мы сейчас потом перестали. В общем, Эли расшакался перед Алисой, Алис, за тебя. Ну, короче, да, за Алису, за красоту. Ну, для меня слабоватые. Тоже слабоватые, да, я согласен. Слабоватые, как будто разбавленные. Слушайте, для меня тоже слабоватые. Пузыри быстро ушли, смотрите. Слушайте, это какой-то разбавленный мед с лимоном. Вот какое-то такое ощущение. В общем, не кава. Да, это… Ребята, вы представляете, скольким людям мы сейчас сэкономили кучу денег? То есть вот они уже вычеркнули два вот этих названия. Да. Вот, и они уже не подорогутся. Вот это… Жалко, что я не… К вопросу о том, зачем дорогой Николай тратится на такие дорогущие вины, чтобы определить какие-то из них нельзя. Так, давайте тогда приступим к следующему быту. Да, это российское… Может, они нас порадуют? Да. Я хочу, честно, я первый раз его увидел в Винлабе вчера, и до этого никогда о нем ничего не видел, не слышал. Так, дай-ка я почитаю сначала. А, давай, прошу. Я понимаю, что тебе не терпится, но потерпи. Мне интересно сравнить. Так, российское игристое вино, защищенным географическим указанием Кубань, Таманский полуостров, блюд белое выдержанное, блюд резерв, тет-де-шваль. Так, изготовлен из винограда, сортов рислинг, рейнские шардоне. Так, кто это у нас сделал? Так, вот, это поместье из изготовителя, о, поместье Голубицкое, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкое. Так, спирта в нем 12%. Хорошо. Вот теперь открывай. Так, Алиса, понимаешь, какие-нибудь методы там сделаны? Шампануа или фарма? Вот здесь написано, что метод классика, значит, шампануа. Ну, слава богу, ну, наконец, хоть кто-то научился делать по классическому методу. Ну, подожди, на самом деле, лучше делать, может быть, лучше, но не по классическому, чем хуже, но по классическому. Вот, Павел, все, сейчас до него, конечно, дойдем. Это вообще там, как мы понимаем, это, как он называется, Пентат, да? Пятнат. Пятнат, да. Нет, когда мы дойдем до Павла Швейца, я расскажу отдельно про... Говорят же так. Ура! Ну, вот хоть нормально выстрелил. И все еще мелкие пузырики, но здесь они тоже не мелкие. Это не мелкие пузырики, это, знаешь, такая серьезная такая перляж. Такой внушительный. Давай не будем наливать. Господи. Мы, кстати, да, мы пытались выяснить вообще происхождение этого поверья, почему нельзя на весу. Читатели нагуглили, что там типа это какие-то времена, когда были бедные люди, богатые, и типа бедным наливали где-то, они там толпились, им там на весу наливали, а богатым типа на столе, типа ну, чтобы не унижаться. Ну, я считаю, что это бред. Если удобнее на весу, то на весу. Так, ну что у нас с ароматом? Мне нравится. Хороший тоже аромат. Вот похож, кстати, на предыдущий. Ну, здесь немножко сильнее идет запах такого хлеба, запеченного в печи. Булочки брешь, да. Да, и чуть-чуть так, как карамельный, очень-то галюйненький. Как минеральность чувствуется? Я вот поскольку пробовал у французского шампанска, почему бы протащил на дегустацию, потому что там вообще будет просто сахарин, сухарин будет ломить. Поэтому я его и поставила последним. А, хорошо. Я предлагаю прожди пить, господи, что это за человек? А, ты нюхай. А, ты нюхай. Кто чувствует желтое яблоко? Ну, вот здесь его меньше. Здесь скорее чайная роза. Да, чайная роза, да. Я чайная роза. Мокрая собака. Так, слушайте, я предлагаю этот тост поднять на самом деле за Николая, за нашего дорогого спонсора, потому что, ну, потрясающее качество съемки, звука, вот, и, собственно, образцы, которые он все время закупает. Ну, молодец, ну, старается, человек, ну, надо же как-то отметить вообще. Мы с тобой шли потихонечку к съемкам вместе с Алисой, понимаешь? Мы готовились. Я понимаю. Работали над качеством картинки, над качеством звука. За Алису мы уже выпили, поэтому, соответственно, теперь самое время выпить за тебя. Будь здоров, дорогой. Это все, да? Пей с тостом. Все, я сейчас тост придется отменять. Ну, не любишь ты тост-то, ладно, хорошо. Даже не знаю, как-то вкус меня не порадовал. Вкус проигрывает аромату, запаху. Ну, на самом деле... Как слышал великий юдич, это минус. Слушайте, на самом деле это со всеми тремя произошло, потому что... Не, ну, правда, у первого и аромат был слабый, то есть первый совсем ни о чем. У второго аромат был божественный, вкус был хуже, а вот здесь... А теперь сравни с первым нашим изделием, это Просекко. Знаете, друзья, если я вам позволил сэкономить деньги, вот, купил, пробуем, рассказываем, то себе я сэкономил, на самом деле, эмоции на Новый год, потому что, Просекко я и так бы себе не взял. Это, возможно, взял бы, теперь уже не возьму. Вот эту вот новинку российскую, для меня новинку, ТТ Дешеваль, я мог бы взять, потому что красивая бутылка, хоть очень красивая коробочка у них. Твердую очень не возьму тоже. Слабоватый вот на раскрытие всего. Слабенький. Ну, по крайней мере, из этих трех он, ну, мне понравился больше. То есть я бы не сказал, что я бы стал это покупать и пить, но, ну, такой, как бы, Господи, с чем бы это сравнить-то на вкус? Ну, ни с чем. Вот если взять компот из яблок, да, из сушеных, очень сильно его разбавить и добавить туда, наверное, немножко щавеля чуть-чуть, вот получится вот это то, что мы пробуем. Но он очень сильно разбавленный и слабый. Вот примерно такого. Отдаленная версия. Нет, ну, не криминал. Но, опять же, я бы не стал за это отдавать денег. Почему я топлю за бюджетный сегмент? Потому что в бюджетном сегменте очень часто бывают просто оптимальные сочетания. Я вот помню, в прошлом году мы с Васей буквально уже в последние дни перед Новым годом снимали. Я покупил какой-то, то ли солнечный берег, то ли скалистый берег, но от Кубань вино. Я с тобой не соглашусь. Там бутылка стоила, бутылка стоила 200-700 рублей. Больше правило. Если нет денег на хорошие виски, покупай лучше водку. То же самое, друзья, и с игристыми. Если вы не можете позволить себе, если вам не позволяет жизненно обстоятельство взять хорошее игристое, берите лучше хорошее белое. Вот белое хорошее вино вас порадует вкусом. Оно не будет дешевле. Да, и на самом деле это вот, ну, не будет, конечно, газиков этих быстро уходящих на Новом году. Ну, ничего страшного, абсолютно. За 270 рублей. Это будет хорошее белое вино. Ладно, я думаю, что в бюджетном сегменте мы что-нибудь накопаем. Игорь, за 270 рублей не купишь хорошего игристого вино. Ну, я тебя удивлю, хорошо. Удиви меня, хорошо. Я жду. Хорошо. Так, что дальше? Какое? Просто потому что технология приготовления этого напитка требует емкости работы. Но не может стоить 270 рублей. У Кубань вино может уже, у них объемы гигантские собственные винограни. Нет, нет. Это действительно минимум год, если брать классический метод, это ручная работа абсолютно. Все, все, ребята, хорошо. Не спорим. Так, вот это вот Ар Пачино. Вино игристое белое экстраблюд. Сибирьковый. 2019 год. Спирта 12%. Так, и игристое, защищенным географическим указанием, долина Дона. Очень мелко написано. Ты будешь читать? Да, даже... На, читай. Чего я мучаюсь? Так, ложись. Ложись, грамотная Алиса. Так, произведено из сорта винограда Сибирьковый, выращенного на собственных виноградниковх, там-то, расположенных в географической зоне долины Дона, левый берег Дона. Приготовлено по классической технологии белых и гористых вин. Ура, у нас классическая технология. Да, по-моему. Дождались. Да. Ну, друзья, признаюсь, я пил это шампанское несколько недель назад, оно мне не понравилось. Тем не менее, ты решила его купить. Хороший человек? Николай... Оно не стоит под 3 тысячи где-то. Оно стоит, да, под 3 тысячи. Это же раз по мере того, что вот, да, можно потратить деньги, а в итоге это будет немножко не то, на что рассчитываешь. Красиво. Да, это было мощно. Так, я готов. Хватит? Да, мне не очень нравится. Когда будет Павел Швецов, его можно будет больше налить. Хорошо. Ну, вот тут перляж мелкий, да, похоже на классический. Ну, да, явно отличие. Ну, кстати, ароматик слабее, чем у предыдущих. Обратите внимание. Но, в принципе, похоже. Не, запах мне очень нравится. Неплохой. Ну, сахарей не так много, если честно. Сахарей чуть-чуть я ощущаю здесь. За наших дорогих зрителей. За то, чтобы вас становилось больше. Я опять чувствую ямлоко. Годики очень быстро закурчились. Да, вот как-то обычно перляж дорщ в лицо. Тут они как-то бац и все, и нет. Такого эффекта я еще не видел никогда. Ну, слушайте, оно, по-моему, не сильно отличается от предыдущего. Нет, там есть диссонанс во вкусе. А, то есть оно еще хуже? Именно вот на языке остается не совсем приятно вкус. А, горечь такая людинка, да? Да, да. Точно. Не должно быть. О, Господи, какое счастье, что ты пришла, Алиса. Потому что ты у нас такая тонко чувствующая. Ты вот сразу определяешь вот малейшую фальшь в напитке. Я уж не говорю в людях. Обычно с этим просто нравится, не нравится, да? А тут вот, слушай, ну, обидно. Я, на самом деле, хотел сегодня попить шампанского. Тут даже допивать не хочется. Ну, что это? Подожди, мы перейдем к последнему. А, поэтому все. К шампанскому. Мне еще будет получше, это тоже мне очень нравится. А, да? Да. Так, друзья, мы забыли объявить конкурс. Я думаю, что мы вот что сделаем. Как предложил Николай, он решил проверить, насколько хорошо вы смотрите первый образовательный алкогольный канал. Поэтому вам нужно сделать следующее. Вам нужно вспомнить ролик за целый год, который вам понравился больше всех. сделать скриншот этого ролика и в телеграм-канал, ссылку я выложу, выложить этот скриншот и написать, почему для вас этот ролик, он самый лучший, что вам там в нем понравилось, почему он вас там зацепил, или открыл вам глаза на что-то, вы после этого перестали пить вот это, или там стали пить вот это. Ну, в общем, какие-то подробности. Не просто скриншот, да? А описание. И вот самое трогательное, которое вот за душу прям берет, вот этот человек получит 5 тысяч рублей. Мне кажется, не очень честный конкурс, конечно, потому что сейчас Игорь засыпет скриншотами с роликом с участием Алисы. Почему не честный? А другие твои гости. Это будет абсолютно честный выбор. Руслан Брагин, например, Юрий Юдич. Вот мы заодно и посмотрим, кого больше всех любят. Ну, а что, и так все понятно уже. Почему? Во-первых, забываешь, что у нас есть еще Натя Саливанова, Ольга Герасимова, Юрия Макарова. Нет, ты думаешь, у меня тут это самое, там могут разъединиться. Давайте, вот увидим, что я прав на самом деле, друзья. Хорошо. Короче, ребят, скриншот вашего любимого ролика и объяснение почему. Нормальный конкурс. Ждем, да. Так, а мы продолжаем разговор, переходим к вот этой бутылочке с вот такой пробочкой, да? Такими пробочками у нас закупоривают чего? Пиво? Пиво, да. Да, в основном пиво, но также ими закупоривают на промежуточной стадии игристые вина, до того, как они отстреливают эту самую, да, и потом уже вставляют туда нормальную пробку, когда отстреливают осадок, да? И этим же закупоривают так называемые пятнаты. Пятнаты это, ты же знаешь, что это такое, да? Нет. Короче, это вина, это игристые вина, которые готовятся без диоксида серы. И они продолжают бродить, ну, то есть, знаешь, там монахи удивлялись, да, вот им казалось, что у них там, вот они сделали, типа, шампанское, оно там, типа, у них зимой захочетело бродить, а весной продолжило. И они думают, как это, что это, чудо? Это не чудо, это просто весной потеплело, а оно начало бродить дальше, потому что диоксида серы там не было. Вот, и вот эти пятнаты, они сейчас очень модны, особенно вот этих у девочек, которые топят за экологию, вот это, за раздельный сбор мусора, вот прочую хрень. Вот, и то есть, Павел Швец, у него же вот это все биошмил, да? Он же давит на то, что у него там все натуральные, никаких удобрений, там ничего вот этого нет. Вот, и, соответственно, тут нет диоксида серы, тут нет вообще ничего. Сейчас посчитаем, что это такое. Так, российское игристое, жемчужное вино, защищенным географическим указанием, Крым, сухое, белое, органическое, вот, органика, да, Савиньон, Бланк, Акур, Павел Швец. Год урожая 21-й, так, место происхождения винограда в Севастополе, спирта 12. Так, состав виноград, свежий, сортов Савиньон, Бланк, Акур. Так, что тут еще интересного? Ну, наверное, все. А пару слов, да, просто с Павлом Швецом я делал интервью, вот тут 15 написано, кстати, если кто не знает. Я делал интервью, которое вышло в журнале Автопанорама, была там, или, может быть, есть, не знаю, как сейчас, рубрика, которая называется, господи, Лига звезд, что ли, что-то в этом духе, вот. И Павел очень долгое время, он стоял с другой стороны, он торговал, он не производил вино, он им торговал. Он продавал вино, там, закупал его для каких-то там ресторанов, там, еще что-то, еще что-то, то есть он был как бы продажником, да. Он сказал, что, конечно, когда ты работаешь продажником, ты думаешь, господи, какая у меня тяжелая жизнь, вот, лучше пойду, буду выращивать виноград, все, и у меня не будет никаких хлопот и забот, да. А когда ты, соответственно, выращиваешь виноград, ты думаешь, господи, почему я связался с этим кошмаром, да. Лучше бы я просто его продавал и все, и не знал бы весь эти погода, там, ветер, там, все вот это. Мне кажется, это намного сложнее. Да. Я, на самом деле, подумал, а чем мы его будем открывать? Моим телефоном. Я пальцами точно не умею. А, так вот для чего покупают последний айфон. У тебя там открывашка что-то есть? Да, давайте. Вау, это классно. Друзья, это новая технология. Слушай, а только в последней модели айфона это есть? Вот, кстати, мой бы тебе ничего не подденет. Господи, вот Николай, он просто голову ломает, как вот увеличить бюджет ролика. О! Как потратить больше денег? Давай сейчас телефон сломаем, да. Ничего не жалко для съемочного процесса. Да, на условиях, что у нас с тобой нет, открывашки и под пиво. Какие еще варианты у нас были? Мы могли бы взять курбарь и попросить, или нет? Конечно, могли бы, это был бы слишком просто. Это было бы просто, да. Подожди, подожди, Коль, на, 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 вот. А, мы сейчас зальем все. Вот пятна-то они такие. О, нарзаник. Естественно, как-то. Ну, не что, парень. Ну, давай-то я открою, потому что Николай тут нас сейчас смоет отсюда. Залилось шампанским, да? Мы так и не попробуем пятнатик. Но, может, оно и к лучшему, кстати, да? Потому что пятна-то, он имеет такой эффект. Так, ладно, пока мы это будем вырезать, я... Какой эффект? Дно вышибает. Что, серьезно? Советую выпить его немного, для начала. Слушай, я в Крыму ночного утра с пятна, получается, и ничего. Почему он так сильно... Потому что открывает Николай, а не Алиса. Ну, хотя мы будем поэтому, да. Я предлагаю это не вырезать. Нет, это нельзя вырезать еще. Люди должны знать, что такое пятна. А стоит это иногда... Это, во-первых, еще очень сложно найти. Стоит эта бутылка от трех до пяти тысяч рублей, чтобы вы понимали. Да. Я сейчас скажу, я Павел Швейцава в крымских магазинах дешевле 4 900 вообще не видел. Ну, вот-вот-вот, я об этом... Все, когда Коля уже все сделала... Сейчас мы поймем, может, это действительно гениальное вино. Правильно же я делаю? И закончит. Слушайте. Алиса, давай я открою. Вот так же, да? Нет? Да. Ты с эмелье, Господи. Ну, я не открываю бутылки. А, все, все. Ура! Наконец человеческий разум победил. Мы победили бутылку пятнат. Я помню, что тебе побольше нужно наливать. Да, честно, Павел, честно, у меня провел огромное просто, огромное впечатление. Обращу внимание, что это из той категории пятнат, где больше не снимают осадок. Поэтому оно будет такое, все в осадках. Да-да-да, это будет вот мутняк такой. Это реально очень круто, друзья. Я тебе советую буквально пригубить, потому что эффект может заступить моментально. Нам придется прервать съемку. Осадок снимают при первом выражении. Хватит, 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 все, хватит, хватит. Нет, здесь никто ничего не снимает. Я имею в виду трезон, нет, это и шарманы. Правда? Какие мы все-таки разные. Спасибо, дорогая Алиса. Очень интересно, что ты думаешь об аромате, а потом уже о вкусе. Я такое не пробовала, поэтому сейчас будем... Ты вообще пятнатый не пробовала? Нет, я пью только шампанское. Алиса в Крыму не была, очевидно. Была. Замечательный запах, пахнет таким вот этим сидром яблочным. Друзья, потрясающий просто, просто потрясающий вкус. Тут наше мнение расходится. Диаметрально просто, да? Диаметрально, это не мой напиток совершенно, ни по цвету, ни по запаху, ни по вкусу. То есть для меня это растворимый картофель. Вот этот вот осадок, конечно, да, просто у меня радует глаз. Тебе реально вкус нравится? Мне вообще вкус нравится. Слушай, я себе... Я утро начинал в Крыму с бутылочки Павла Швеца за завтраком. Ну, видимо, это и есть аудитория Павла Швеца, но не мы с Алисой точно. Потому что вот для меня это, ну, либо какой-то прокисший сидр, вот, либо, ну, у меня даже слов нет, но вот реально, вот, если бы картон был таким же растворимым, как кофе, он был бы холодным, вот это примерно оно. Друзья, не все понимают сразу благородные напитки, поэтому да. Мы с Алисой существа примитивные, да, мы, знаешь, нам до тебя далеко, вот, поэтому ты можешь допить всю бутылку, пожалуйста, не вопрос. Ну, кому-то может понравиться такой осадок, почему нет? Ну, я просто, я радуюсь с него, если честно. Он точно понравился Лене Летучей, я тебе уверяю, которая на тему вот этого, она снимет передачу разгромную, да, что нарушение технологий, о том, что там была пыль, тараканы, там, вот это вот. Не, не знаю. Так, друзья, у нас остается последний наш... Последний шанс, да? Да, шанс на сегодня. На что-то нормальное. И это Франция. Я очень жду этого, это Франция. Так, на, почитай. Потому что, когда ты считаешь, звучит гораздо лучше, чем когда я считаю. Мне не нужно. Не нужно? Франция, шампань, сорта винограда, шардоне, пино-нуар, пино-менье. Так, алкоголь 12,5, год урожая 2017 год. В общем-то, все. А спирт? Так, 12,5. Я сказала, да. Тогда я... Тут что-то написано, зеро, да? Это, видимо, шутка такая. Ну, это маркетинг. А, зеро брюд, то есть без сахара, видимо, так. Да. Видимо. Ну, тоже, признаюсь, я это шампанское пробовал. Оно мне очень понравилось. Я хоть хотел из шампанских принести, понятно, более узнаваемые бренды. Что-то вроде, может быть, «Вдова Клико» или «Маят Шандон». Вот, ну, вот, буквально недели две назад купил вот этот, скажем так, малоизвестный бренд в Анатеке, попробовал и понял, что прямо это мое шампанское. Потому что я люблю брюд, я люблю такой, знаете, ярко выраженный запах сухарей. Здесь это вы все почувствуете. Сейчас зацениваем. Я хотела добавить несколько слов по поводу как раз Павла Швеца. Все-таки, мне кажется, данный напиток нельзя сравнивать в рамках вот того, что мы сегодня дегустируем ингристое вина. Он абсолютно автономный, обособленный. И скажу в защиту этого напитка несколько слов, что он имеет место быть. Просто нельзя сравнивать его там с тем же шампанским или с просеком. Ну, разные какие-то вещи. Я согласен, что нельзя. То есть, самое, что мы бы сейчас пиво принесли сюда и сказали, давайте найдем, что лучше. Ты абсолютно права, но я могу сказать, что мне вообще пятнатый как класс не нравится. Я пробовал другие, они у меня не производят впечатление. Вот напрасно. То есть, есть фанаты. Благарство вкуса, они гораздо более свежие на вкус. Ситр заходит хорошо. А самое главное, друзья, если не получается у нас, если в виноделии не получается делать хорошее шампанское по классической технологии, почему бы не делать дедовские методы? Вот так, как делают пятнатый. Действительно. Тем более, есть ценители, есть любители. Я вот здесь числа. Кстати, довольно крупный перляж для французского. Ну, где же он крупный? Мелкий-мелкий. Игорь. А, это он тебя потом измельчил. Да, да. Разные размеры. Ну что, господа? Потрясающее. Слово твоему носу, что? Ну, явный аромат хлеба, сухарей. Да, вот тут аромат, да, действительно. Сразу вот этот аромат говорит о том, что мы пьем шампанское. Но этот аромат ни с чем не перепутится. Друзья, если вы когда-то имели возможность этот аромат чувствовать, вы сразу поймете, что это определенно шампанское. Стоит всего 5-10. Ну, давайте попробуем. Но я, наверное, скажу тост. Друзья, а... Меньше запах сухарей очень дорог. Нет, я понимаю, что Николай, для него запах сухарей, он просто архиважен, потому что ему периодически приходится выезжать в тюрьмы к своим клиентам, вот, и без запаха сухарей он уже жить не может. Вот, я понимаю, да. Вот, я без него жить могу, но это действительно потрясающий аромат. Вот тут нечего возразить. Прям французы молодцы. Вкус, окажется, нормально, будет просто прекрасно. Ваш здоровье, дорогие друзья. И ваш что? Корочка хлеба бесконечная прям. Хлеб такая минеральность, пахнет прям вот минеральными. Для меня качество напитка чем предопределяется? Если я перед тем, как его выпить, минут 5 нюхаю, это качество. Ну да. И даже водка... Хотя иногда бывает облом. Водка нет, водка сразу тебе, да. Иногда бывает облом, ты вот так понюхаешь, 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 потом выпьешь, будет ужасный вкус. Такое тоже бывает. Об этом нюхать и нюхать. Нет, на самом деле я попробую симпатичный. Вы знаете, такое же вкусовое сочетание во рту, наверное, можно получить от того же Тед Дешваль, если сразу же запустить его горячим французским батоном. И они вот эти вкусы смешаются, тогда будет. Минерально-цитрусовое с таким немножко привкусом мела. Это вот минеральность. Слушай, когда ты последний раз ел мел? В первом классе, наверное. Ну да, да. Хотя обратите внимание, в отличие от других наших игристых, пузырьки-то еще идут. Да. Пузырьки идут, да. Пузырьки идут в этом. Арпачино, да, оно выветрилось через, там, не знаю, 20 секунд. Да. Уже у других на этой стадии, на стадии, когда мы начинаем пить, регустировать, никаких пузырьков нет. А здесь, видите, продолжается. Друзья, ну я думаю, что вывод, я думаю, что вывод очевиден. Если же вы действительно хотите потратить серьезную сумму денег на шампанское к Новому году и в магазине есть Франция, то, видимо, надо все-таки брать Францию. Ну, на самом деле, мы можем в следующий раз, если будет возможность, продегустировать креманы французские. А когда это будет, Игорь, в следующий раз, это никакого не вопроса, надо смотреть. Игорь, креманы французские, это около шампанские напитки. Ну, если будет такая возможность, мы их продегустируем. Но на самом деле, на самом деле, я бы все-таки слазил в бюджетный сегмент, потому что, ну уж, по крайней мере, я в бюджетном сегменте вам найду варианты лучше вот этих пяти точно. Вот про это не скажу. Нет, дайте так, друзья, дайте еще раз попробуем Павла Швеца, вы явно его не распробовали, я чувствую. Так бывает. Нет, Николай, давай мы не будем, потому что, во-первых, у нас с Алисой остался, нам точно можно не доливать. Во-вторых, мы тебя не хотим лишать самого вкусного. На, вот это вот. То есть ты, пожалуйста, вот картон вот этот вот перебродивший, это вот твое. Нравится тебе, все, ну что мы будем у человека отбирать лучше его любимый напитки? Мы, ладно, так уж и быть допьем французское. Что не сделаешь для друга? Да, Алиса? Даже вот не понимаю, почему-то мы сошлись в мнении по поводу французского шампанского, вот именно вот этой бутылочки. Слушай, я вообще удивлен, что мы с Алисой сошлись во мнении, потому что Алиса натура более тонко чувствующая, но даже... Хотя обращу внимание, что, ну, первое, если мы сейчас дегустировали то, что я хотела бы принести изначально, это Маэт Шандон, там был бы не такой вкус. Там сухарей гораздо меньше в Маэт Шандоне. Да, но там тогда сбалансировалось в чем-то другом. Это видно сразу. Такой шампусик называется, только дорогой. Это Шаэт Мандон, это, понятно, это хорошая попса. Маэт Шандон, это хорошая попса. Шаэт Мандон, это после 15 ты так заговорил. После Павла Швеца. Шаэт Мандон, это классное название. Это, я думаю, даже можно за это... Мы это вырежем или оставим? Нет, мы это зарегистрируем за Николаем, это будет его бренд. Оставляем на вам. Шаэт Мандон, да? Шикарно. Дорогие друзья... Это как Ширли Мури, только наоборот. Мурби Ширли. Я думаю, что самое время от всей души поблагодарить наш любимый гостеприимный Кюрбар, куда вы тоже можете ходить, только заранее туда звоните. Кюрбар.ру. И, конечно, мы просто не можем не поговорить Николая за эту прекрасную подборку, потому что ты людям сэкономил реально огромное количество денег, потому что 4 или 5 бутылок из этих дорогущих, они уже не купят, они купят что-то хорошее. Мупер Павла Швеца, друзья. Да, если вы любите... Это не мой клиент, ничем ему не обязан, он и ничем не обязан. Теперь он тебя обязан. Просто моя незабываемая поездка в Крым, друзья. Он тебе уже теперь обязан. Другое дело, что он никак на это не отреагирует, но он тебе... На новой набережной Ялты это про шикарно пилось. Это говорит о том, что эмоциональная повестка очень влияет на... На восприятие напитка. Да, 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 важнейший момент, потому что ты там был на отдыхе, тебе было хорошо. Сломанная машина, я не знаю, как я обратно уеду. Обратно я уже ехал 14 часов на такси, да, минвод. А, все, вот там не было билетов. Есть, чтобы вспомнить. Все, тогда понятно. Да, и на этом фоне даже 15 показался божественным напитком. Я могу вспомнить, как мы на показе, у меня была температура, наверное, плюс 39, у меня девочки спаивали пивом, потому что я вся текла, у меня сопли текли, и вот мне пиво помогло, кстати, на течение я... Как могло помочь пиво от соплей, скажем? Ну, вот как-то так. Горячее пиво было с огнетом, наверное, пиво с чесноком хорошо помогает. Слушай, вообще, наверное, тяжело модели на показе, потому что тебе же носовой платок засунуть некуда. Нет. Абсолютно. Ну, у меня, действительно, у меня глаза были очень... Я сейчас белье демонстрирую, где там платок ты будешь держать? Девушку сейчас засунуть платок. Куда? Слушай, это не тема нашего канала, прости, пожалуйста. Он, конечно, образовательный, но не до такой степени. Вот, поэтому, куда девушки обычно засовывают платок, вы можете узнать на канале Фритак Меди. Вот, мир глазами юриста, где обсуждаются даже такие проблемы, потому что они стоят перед людьми, да, и вот это действительно важный юридический вопрос, да, потому что, вот смотри, вот эти все показы модельные, да, там, демонстрации белья, люди пришли, они сидят в костюмах, эти ходят там вообще ни в чем, да, им же холодно, они мерзнут. Кто защищает их права, скажи, пожалуйста? Никто. Никто. Нас никто не защищает. Вот мы сейчас камеру выключим, тебе Алиса расскажет подробности, и ты сможешь засудить все модные дома сразу. Кажется, не наш профиль немножко, но... Зато сколько денег. Обсудим, да. Проживание. На этой мажорной ноте мы заканчиваем нашу трансляцию, но она, конечно, не последняя, потому что... И тебе могли добавить на вот этого французского зеро, и на этом ноту закончить. А ты что, допил своего швейца? Да, получил огромное удовольствие от этого, друзья. А, ну-ну, спасибо. Я за вами ухаживаю сегодня, да? Ура. У нас сегодня немножко роли сменились. Ну, ничего. Я, по-моему, водку вы дегустируете, как раз из горла пили, да? Это они меня научили, чтобы помада не смазывалась. Это было издевательство просто. Нет, чтобы помада не смазывалась. Нет, мужики-то могут... Но это же сработало. Потому что нам неважно, смажется помада или нет. А женщин только... Николай, это сработало. И мы выяснили, что действительно... Алиса мучила других девочек, и теперь мы все пьют из горлана. У меня все мои подруги посмотрели этот ролик и сказали, что вообще великолепно, все классно. Ура. Ну, тогда опять же за Алису, чтобы у тебя все было хорошо и в новом году ты ура. 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 У нас подруги боевые. Да. Ваш здоровье, друзья. Так сказать, с наступающим Новым годом выбирайте себе хорошее игристое на новогодний стол. И еще раз помните мой совет. Если не можете купить себе хорошее игристое, покупайте себе хорошее белое спокойное вино, тихое так называемое. Белую водку. И через сифон ее пропустите, у вас будет отлично игристое. С очень правильным градусом. Ваше здоровье. И напоминаю про конкурс, не забывайте. Если забыли, отмотайте на середину ролика, там были условия. Всего вам самого доброго, до новых встреч. Ура. С наступающим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok